Вязание на машине более интересно в смысле своей непредсказуемости, чем вязание спицами. Потому что когда мы вяжем на машинке, на иголках висит полотно, оно сильно деформирует. И чтобы оно, вот это полотно, пряжа приняла свой заявленный производителями вид, проявила себя во всей красе, каждой пряже нужен свой подход. Какую-то нужно, ну, когда изделие уже готово, просто дать полежать какой-то пряже, какую-то нужно намочить, какую-то нужно выстирить в стиральной машине, и бывает, что не один раз. Но есть пряжа, на которую все вот эти вот действия не производят никакого впечатления. Она остается в том виде, в каком я сняла ее с машинки. Это слонемская пряжа белорусского производства. Пряжа достаточно тонкая, мягкая. Состав у нее 30 шерсть, 70% акрил. Полтора километра, то есть 1500 метров в 100 грамм. Очень комфортная пряжа, но стирка ничего с этим акрилом сделать не может. Из этой пряжи я вязала два изделия уже готовы. Это джемпер золотистый и джемпер чайка. На ощупь очень приятно. Вот сколько не колтушится, не зацепляется. То есть не могу сказать, что этими изделиями пользуюсь давно, но вот сколько времени я их ношу, никаких неприятных моментов в них не появилось. То есть в этом смысле пряжа проявляет себя очень прилично. Пряжа яркими полосками связана. Во время стирки ни одна, ни один цвет не полинял, не потек. То есть стирку горячей водой переносит тоже отлично. Но сейчас я вам покажу интересный пример на жаккарде. Я вяжу футболку жаккарда. И после стирки этот жаккард выглядит не очень презентабельно. Но есть способ для того, чтобы эту пряжу превратить просто в идеальное полотно. Вот обратите внимание, жаккард должен быть гладким. Но полотно выглядит немножко рельефным. Очень длинные, неаккуратные протяжки висящие. Сейчас я вам покажу, что происходит, если это полотно обработать паровым ударом или парогенератором. Сейчас я половинку проглажу, а половинку оставлю. Видите, сразу, сразу на глазах бабочки становятся гладенькими. И обратная сторона. Протяжки как будто бы втянулись, стали плоскими, такими аккуратными и короткими. Они улеглись. Вот посмотрите, необработанные протяжки и обработанные протяжки. Насколько они отличаются. То есть пряжа слонимская очень любит пар. Не стирку, не вылеживание, а именно обработку сильным паром. На глазах происходит преображение и какая красота. Пряжа как и к человеку нужна. Индивидуальный подход.